Добрый день, Елена. Добрый день, Лариса. Спасибо, что уделили нам немного времени. Совсем недавно, буквально два дня назад, мы с вами говорили о семинаре, который был посвящен ответственности, самосознанию и самоконтролю людей, имеющих нарушения. Сегодня семинар посвящен группам взаимной поддержки. Расскажите, пожалуйста, что это за семинар, о чем он и, может быть, насколько он важен для вас? Для меня действительно очень важный этот семинар, потому что я могу рассказать о той работе, которой я занимаюсь на протяжении последних 15 лет. Я вела группы взаимной поддержки, организовывала их и учила ведущих этих групп, чтобы они их продолжали, ну, в семи странах, включая и Россию, и Финляндию, и другие страны. И мне кажется, что это один из таких хороших и очень дешевых методов взаимной поддержки людей, которые оказались в сходной трудной жизненной ситуации. Например, это родители детей-инвалидов, или это сами социальные работники, которые помогают таким родителям. Они могут создать свою группу. Это могут быть молодые люди с нарушением развития умственного, это могут быть люди, которые ухаживают за своими престарелыми родителями. Кто угодно может создать такую группу взаимной поддержки. Главное, чтобы она была интересна всем, чтобы эта тема была интересна всем, которую обсуждают, и чтобы люди могли там оказать друг другу именно взаимную поддержку, то есть утешить друг друга, придать друг другу сил. Вот я заметила, что когда ты приезжаешь в разные страны, люди живут, конечно, по-разному, и материально, и услуги социальные для них очень разные. Но, тем не менее, удовлетворенность людей своей жизнью, вообще уровень их личного счастья очень часто зависит не от того, насколько даже им помогают, а от того, как они чувствуют себя, свою роль в жизни. Конечно, от того, есть ли у них близкие люди рядом, как они понимают смысл своей жизни. И группы взаимной поддержки, их можно где угодно организовать. Люди поделятся своими знаниями, помогут друг другу. Тут много, конечно, подводных камней, много трудностей вначале. Но если группа действующая, работающая, приятная, то это, конечно, прекрасный метод помощи. Спасибо, Лена. Вы сказали о подводных камнях в таких группах. Какие подводные камни могут быть, и что это такое? Мы сегодня на эту тему как раз на нашем семинаре спорили, потому что не все со мной согласны. И некоторые говорят, что таких подводных камней вообще немного, и их не бывает, а нужно, чтобы группа со всеми всегда справлялась трудностями. Ну вот у меня это не получалось. Бывают люди, которые разрушают группу своим присутствием, потому что они без конца жалуются, или бывают агрессивно себя ведут, или бывают, что они не хотят говорить на ту тему, на которой все хотят, а хотят своими делами заниматься. Бывают ведущие группы, которые заставят группу на себя работать и решать свои проблемы. То есть ко мне очень много. Но если научиться вести эту группу правильно, если научиться уважать друг друга, давать друг другу слово, говорить о приятных вещах, и самое главное, выбирать правильные темы для разговора, тогда все будет получаться хорошо. — Скажите, а ведущий группы — это должен быть подготовленный психолог, или ведущим группой может быть любой член этой группы, который возьмет на себя эту ответственность и будет как-то инициировать встречи и проводить эти группы? — Это, конечно, вначале должен быть все-таки человек обученный. Не обязательно психолог, но обязательно обученный человек, которого научили вести такую группу. Просто так трудно начать это делать. Бывают, конечно, отдельные гении, которые все могут сразу, но в большей части случаев человек должен пройти какое-то короткое, нужное обучение для того, чтобы эту группу вести. Это может быть член группы, не обязательно имеющий образование, но человек, который умеет разговорить тихонь и, наоборот, перевести внимание со слишком говорунов на кого-то другого, которого не будет любимчика в группе, который сможет помогать в группе всем людям, высказать свое мнение, следит за правилами собраний. Роль очень важная. Мы обычно обучаем таких людей достаточно коротко, это сами ближние помощники, которые потом могут меняться. Иногда два ведущих бывает, иногда другие люди становятся ведущими. В общем, это не так сложно, и научиться этому можно. А какие качества, кроме названных, необходимых знаний и умений, какие качества должны быть присущи человеку, который будет вести эту группу? Первое качество, конечно, это иногда закрывать рот и не говорить много, а слушать, умение слушать, активно слушать, задавать наводящие вопросы, придерживаться правил и другим помогать, придерживаться правил в группе. Говорить, помогать группе найти тему хорошую для разговора, что не так просто, как кажется. Потому что бывает, что люди соберутся и начинают обсуждать свои проблемы, перемалывать одно и то же, одно и то же, либо начнут, наоборот, анекдоты рассказывать ни о чем. И тогда бессмысленно собираться, потому что нет никакого решения общего проблем. Ведущий должен быть активным слушателем, приятным в общении с человеком, который не унижает других, не затыкает им рот, который поощряет их к тому, чтобы они могли высказать все свое мнение и найти общее решение. Вот Вы говорили о разрушителях группы. Что должен сделать ведущий, увидев такого человека и понимая, что встреча может быть, в общем, провалена? Как раз у нас на семинаре разделились точки зрения, потому что есть точка зрения, что с этим человеком, с разрушителем, нужно работать, нужно его воспитывать, и постепенно группа должна под него подстраиваться, слушать его, и постепенно он исправится. Мое мнение другое. Я считаю, что есть люди, которые просто не могут ходить в группы взаимной поддержки. У них другие цели. И группа сама, не ведущая, а сама группа, приходит постепенно к выводу, что от этого человека нужно избавиться. Вот очень не понравилось на семинаре слово «избавиться», а я все-таки на нем настаиваю. Группа сама решает и предлагает этому человеку найти другое место, в котором он будет принят по тем интересам, которые у него есть. Но все-таки человек должен иметь какое-то смирение перед интересами всех, и если его эти интересы группы не устраивают, а он хочет только свое что-то туда толкать, то, в общем, я считаю, он не подходит. И бывает, что, может быть, мы не были такими высокими профессионалами, у нас были группы, которые были разрушены такими людьми. Иногда группа не находит в себе сил избавиться от таких людей. Они продолжают ходить, и в результате их только все и слушают, и, в общем, перемалывают их проблемы с утра до вечера. Скажите, группы взаимной поддержки, они складываются как-то стихийно, или это какая-то организованная акция, когда объявляется, что будет такая группа, или это может быть и тот, и другой вариант? Это могут быть оба варианта, но все-таки в подавляющем большинстве случаев это специально организованная группа. Это может начать делать любой социальный работник или психолог в любом центре социальной реабилитации, социальной защиты, обслуживании населения. Можно предложить создать такую группу. Людям предлагают, а они уже смотрят, хотят они туда ходить или нет. И, конечно, профессионал вначале нужен, чтобы знать, где собираться, как собираться, и самое главное, о чем разговаривать. Скажите, пожалуйста, несколько слов о темах, которые предлагаются в группе. Мы говорили, конечно, за эти годы на все возможные темы, и чаще всего люди начинают с того, что рассказывают о своих проблемах, рассказывают о методах реабилитации, которые они используют, о методах лечения своих близких, либо, если это профессионалы, тоже о методах лечения своих пациентов, о реабилитационных методиках. Но мы пытались найти такие темы, которые бы людей не просто развлекали, а как бы поощряли их думать о том, как улучшить свою жизнь. И мы заметили, что улучшить свою жизнь можно с помощью ну, несколько таких приятных тем, на которые можно поговорить, а именно о темах творческих, например. О том, что человек может делать в жизни хорошего для себя, помимо того, что он работает, помимо того, что он помогает своим ближним, что он может, как он может выразить себя, в каком творчестве. Может ли он написать историю своей жизни, снять о себе фильм, написать стихотворение или песню, или просто сшить себе красивое платье. Вот такой может быть вариант. Тема очень хорошая – это тема коммуникации. Поговорить о том, что такое быть хорошим слушателем, как найти друзей, как увеличить свои социальные связи, о чём разговаривать с людьми, чтобы люди к тебе относились хорошо. Очень много у нас тем было таких, как старение, например. Как человеку справляться с теми проблемами психологическими, которые возникают при старении. Как обратить старость в источник сил. И вообще все темы, которые касаются улучшения настроения, как придать себе сил, как чувствовать себя более счастливым, как найти смысл своей жизни, темы прошлого, о своём роде, о своей семье. Всё, что нам приятно обсуждать, есть темы очень тяжёлые. Конечно, люди могут обсудить, допустим, какие-то кризисные моменты, переживания, потерь. У нас была группа, например, вдов. То есть тех людей, вдовцов, у которых ушли их супруги, за которыми они ухаживали. И люди хотели как-то поделиться, поддержать друг друга, как-то восстановить себя. Есть темы очень тяжёлые, которые вместе можно обсудить. Главное, чтобы не зацикливаться на перемалывании только проблем. На каждую тёмную ноту у нас должна быть светлая нота. Поиск решения, поиск усиления себя. Даже если всё тяжело, как нам справиться с этой жизнью и остаться всё-таки в радости, радоваться каждому дню. Спасибо. Скажите, Лена, а у Вас лично есть опыт посещения именно БАМИ группы не как ведущей, но как члена группы? У меня первый мой опыт был очень болезненный. Я посещала группу вот такую. Я бы не сказала, что это была группа взаимной поддержки. Она была сделана как тренировочная группа, групповая терапия. У нас на четвёртом курсе Московского университета факультета психологии, когда я училась. Моя замечательная преподавательница Петровская устраивала нам вот такие группы. Это было очень модно, очень ново тогда, только ещё начиналось. И я была в полном ужасе, потому что мне ужасно они нравились, эти группы. Мне не нравились, что нужно сидеть в кругу. Там одно было упражнение закрыть глаза и взять за руку соседа. Я терпеть не могла брать кого-то за руку. Не знаю, может быть, это какой-то аутичная была черта. Ну, в общем, я была в полном страхе. И я даже потом подошла к ней и сказала, знаете, что освободите меня, пожалуйста, от этих ужасных групп, потому что я не вижу в них никакого смысла. И действительно смысла для меня не было, поскольку меня абсолютно не интересовали темы, на которые там говорились. И вот этот просто тренинг ради тренинга, расслабление ради расслабления, когда тебя кладут на матрас и говорят, послушай музыку, а ты расслабься, вот это для меня не подходит. Но у меня был потом уже положительный опыт разных групп, где я была участником чисто дискуссионных групп, например, групп иммигрантов, когда люди делятся друг с другом своими трудностями, как им тяжело. Вообще людям, которые уехали за границу, жить ужасно тяжело. Потеря Родины – это страшно. Это как бы они ни пытались оправдать и сказать, что да нет, мне сейчас хорошо. Не бывает хорошо, если человек хоть немножко о чем-то думает. И вот когда собирались иммигрантские группы, люди делились между собой переживаниями, это было очень интересно. Спасибо. И еще один вопрос, связанный с группами. Как часто такие группы должны собираться, с какой периодичностью и как долго живет такая группа? Мы тоже об этом сегодня говорили и пришли к выводу, что это очень индивидуально зависит от группы. В Финляндии обычно ближние помощники собираются раз в месяц, потому что у них физически нет возможности делать это чаще. Хорошо собираться раз в неделю, если есть такая возможность. Если это курсовые группы, приехали люди на реабилитацию, можно и каждый день собираться по часу. Если они не работают, а в санатории находятся. Ну, в общем, в реальности для нас обычно это раз в месяц. Если реже, люди забывают друг друга. Это вот самая такая редкая часть. На один, на два часа. Не больше двух часов, потому что люди устают разговаривать, особенно эмоциональных каких-то вопросов. Ну, в общем, это сами решают участники, сколько, когда и где им собираться. Еще уточняю, да, как долго живет такая группа. Вот, например, собрались там помощники, да? Они могут 10 лет... Они могут 10 лет собираться. У нас есть группа, которая 10 лет собирается и дольше. У нас есть вот группа ближних помощников в Хельсинки, которая устраивает раз в месяц в супный день. Они собираются и суп варят вместе. Это пожилые женщины, которые ухаживают за своими родными, вот, уже там выросшими детьми инвалидами. И вот они варят суп, потом садятся вокруг этой большой красивой кастрюли блестящей, и наливают этот суп, и разговаривают о разных делах. То есть вариантов очень много. А есть группы, которые распадаются постепенно. Зависит от того, как люди друг другу нравятся. Есть варианты, когда из групп вообще образуются общественные организации и клубы. Иногда это хорошо, иногда это плохо. Потому что когда группа начинает заменять с собой весь мир, когда люди больше никуда не ходят и нигде не бывают, а только бывают в этой группе, в этом есть свои плохие стороны. Потому что они тогда социальные связи все-таки не восстанавливаются всеми. Как бы в таком защищенном мирке живут и не выходят в большой мир. Это тоже плохо. Поэтому если группа хорошая, можно в нее ходить хоть всю жизнь, если она нравится. Почему бы нет? Вот вы сейчас сказали об опасности такой изоляции. Я тоже об этом думала, когда вы говорили. Как избежать... Действительно, если собрались люди, которые друг к другу подходят, у которых схожие жизненные ситуации, у которых есть о чем поговорить, это действительно может заменить. В общем, тем более, если человек еще очень и занят, то ему это может, наверное, заменить все остальное. Как избежать этого? Кто должен за этим следить? Ведущий или сама группа как-то должна отдавать отчет себе в этом? Это очень важно проговорить и очень важно выбирать темы, которые людей направляют, поощряют заниматься очень разными делами. И творчеством, и работой, и своей личной жизнью. И очень жаль, когда вот эти группы превращаются в клубы, корпоративчики такие, в которых люди заняты только друг другом. Бывает, что люди профессию теряют, вот становятся профессиональными общественниками. Был инженер, а стал там ведущим группой и забросил свою работу. Была актриса, а стала профессиональной такой вот хозяйкой группы. Нельзя выбрасывать мир, нельзя выбрасывать свою жизнь. Нужно, чтобы группа разговаривала на те темы, которые людей поощряют быть социально активными. В большом мире тоже, а не только в маленьком. Спасибо, Юлина. Очень интересно все, что Вы рассказали. И сегодня еще будет продолжаться, семинар будет продолжаться еще и завтра. И на окончании нашего разговора несколько слов о группе, с которой Вы сейчас работаете. Вы только познакомились. Насколько Вам комфортно в этой группе? Насколько, как Вам кажется, комфортно участникам на этом семинаре? Группа у нас очень хорошая, потому что все люди, кто пришли, они профессионалы уже высокого класса. Они давно работают. Они многие уже вели такие группы. У них огромный опыт. Поэтому они делятся своими очень интересными примерами из жизни, своими идеями прекрасными. Поэтому мне очень комфортно и очень хорошо с ними. Не знаю, насколько им комфортно, потому что высказываются очень разные точки зрения. Мы спорим. Это, наверное, тоже хорошо. И я надеюсь, что всем, в общем, хорошо, потому что и новые идеи приходят, и одновременно ты можешь и свои идеи высказать, и защитить их в той степени, в которой ты можешь. И увидеть, что да, есть другие точки зрения. Но мне кажется, что прав я. Хорошо, ничего. Можно и поспорить. Спасибо большое. Разговаривать с вами очень интересно. Я надеюсь, что в следующем году мы увидимся с вами на наших семинарах и будем очень рады. Может быть, какие-то новые темы, может быть, продолжение тех тем, которые начались в этом году. Но тем не менее, поздравляем вас с наступающим Новым годом, который уже буквально через месяц придет к нам. И желаем вам, чтобы в вашей жизни все было прекрасно, чтобы творчество для вас было такой прекрасной средой, в которой вы могли бы реализовать себя полностью. Спасибо, Лариса. И вам тоже всем желаю счастья, здоровья, успехов и сил в жизни. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...